Еще одна любопытная новость, которая пришла на сей раз из Берлина и из Лондона. Там бушуют тамошние Михалковы. Ну не вполне прям все Михалковы, а такие как бы глубинные Михалковы. Ну глубинные и неглубинные, там публика тоже не желает мириться, значит, с неудобствами, изоляцией, с масками, с необходимостью мыть руки и бояться эту заразу. Но все равно это толпа из 10 тысяч Михалковов, которые такие же казуисты-конспирологи, они с такой же бешеной потенцией Михалковской врезать кому-нибудь в лицо, связанному ногой. И все они тоже синхронно шевелят усами и безостановочно генерируют реплики страстной вой про вышки, про чипирование и про всю эту билиберду. Но вот здесь, в России, обрати внимание на разность, Никита Сергеевич, он заслужил репутацию, в общем, слабоумного. Потому что не все в состоянии понять, что его конспирологические истерики имеют очень жесткий прицел. И вот эти вся его возня у подножия Грефа, которые он производит, это на самом деле способ подобраться поближе к офисам и сейфам Сбербанка. Ну, это конспирологическая атака на Греф, она с каждым разом проваливается все глубже. И ничего, кроме репутации юродивого, Михалков не заработал. Он, конечно, перестарался, потому что он настолько прочно перестарался, что даже в туповатых кругах московской элиты уже как-то стесняются показывать, что они с Михалковым знакомы. Кстати, вот про плачь даже, насколько известно, Виктория Боня разрыдалась от унижения, услышав, что ее интеллектуальный уровень сравнивают с Михалковым. Но вот здесь, в России, мы видим, что вот эти вот протесты антиковидные, они завязаны на нормальную коммерцию, на интриги, на политику и на игру дураками в шахматы. В качестве шахмат выступают сами дураки, а там действительно на Западе людьми движет бескорыстный идиотизм. Я тоже, готовясь сегодня к выпуску, поднял известный трактат «Против чумы» Марсилио Фичино, это 15 век, и он описывает абсолютно такую же реакцию, причем никого бы то ни было, а великолепных флорентийцев, которые в 15 веке требовали, чтобы им не мешали умирать, чтобы им не мешали радоваться жизни, даже если им придется через два дня обрасти чумными бубонами, чтобы прекратилась бы практика серного окуривания, потому что им противно заходить в свои дома, которые воняют серой, а тогда обязательно был этот способ дезинфекции. И они поднимали огромные протестные движения типа тех, что сегодня трясут Лондон и Берлин.